В День знаний министр по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянс посетил свою Альма-Матер – Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. Руководитель регионального спорта принял участие в торжественной линейке. Он отметил, что ВУЗ сохраняет все свои добрые традиции, которые были и в его студенческие годы, и при этом постоянно растет и развивается. Очень приятно, что ВУЗ жив, более того, он развивается, это видно. Сейчас очень много интересных проектов, связанных с улучшением материально-технической базы ВУЗа есть. Это и ремонт стадиона, не ремонт, вернее, реконструкция полная стадиона, плюс к этому планы по реконструкции старого корпуса университета и очень много таких амбициозных вещей, которые связаны именно с инфраструктурными изменениями, которые будут. И хотелось пожелать в этот хороший такой первый осенний день, день знаний студентам, ребятам, которые хотят связать, вернее, уже приняли решение связать свою жизнь со спортом, со спортивным образованием, чтобы они не останавливались на достигнутом, чтобы старались как можно лучше провести вот эти студенческие годы, как можно интереснее, как можно больше взять знаний отсюда, найти себя и обрести в профессии. Все студенты и сотрудники СИБГУВКа всегда идут рука об руку со спортом. И, разумеется, не остались они в стороне от Всероссийского спортивно-физкультурного комплекса ГТО. 1 сентября те, кто выполнил нормативы на золотой знак, получили свои заслуженные награды из рук министра. Среди отличников ГТО оказался и ректор вуза Олег Шалаев, который пришел поприветствовать первокурсников. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным днем. Его часто называют днем знаний. Но в нашем с вами случае это не только день знаний, это день здоровья. Потому что наши с вами знания, наши с вами умения сегодня направлены на то, чтобы жители всей нашей страны были прежде всего здоровы. И мы с огромным удовольствием сегодня принимаем в нашу семью студентов первого курса, чтобы они тоже со временем выполняли эту миссию. Прежде чем собравшиеся услышали гимн России, на площадь вынесли флаг Сибгувка. Честь поднять символы вуза страны и Омской области выпала лучшим студентам, среди которых чемпион мира среди молодежи по биатлону, член сборной России, мастер спорта Игорь Малиновский, который в этом году поступил на первый курс. У меня кафедра лыжного спорта и туризма. Как бы спортсмен, который не имеет спортивного образования, плохой спортсмен. Надо все-таки погрузиться, немножко изучить. Я все-таки просто опытный спортсмен, но многого еще не знающий, так что знания никогда не будут лишними. Также Дмитрий Крикорианц провел вводную лекцию для первокурсников, где поделился с ними своими воспоминаниями о студенческих годах и ответил на интересующие студентов вопросы. Встреча оставила у всех хорошие впечатления и придала ребятам еще больше уверенности, что они сделали правильный выбор. Я спортом начала заниматься еще с третьего класса, занималась президентским многоборьем, лыжными гонками, потому что мне очень нравился активный образ жизни. Я из Казахстана, и мне в Казахстане рекомендовал мой тренер выбрать этот университет. Хочу сказать, что 1 сентября в университете это более волнительно, потому что такое событие случается нечасто. Новый коллектив, новые преподаватели, новые знакомые. Почетные гости не обошли стороной находящиеся рядом училища Олимпийского резерва. Здесь новоиспеченных студентов встретил директор учреждения, заслуженный тренер России, профессор Владимир Вернер. А также уже известные омские спортсмены, которые здесь учатся. Призер Олимпийских игр Виталина Басарашкина и кандидат в мастера спорта по фехтованию, неоднократный призер соревнований Николай Крикорьянц. Кроме того, в первый учебный день ребят поприветствовали призеры Сурдолимпийских игр 2017 года, студенты СУЗа Алена Филюшкина и Светлана Безякина, а также чемпион мира и Европы по фехтованию на колясках, участник Паралимпийских игр Александр Кузюков. Субтитры создавал DimaTorzok